Ураган Ураган отличается от большинства стихийных бедствий тем, что у него нет строгих территориальных или иных ограничений. Ураганы возможны везде, где присутствуют воздушные массы. Поэтому, если человеку, проживающему в течение всей жизни в каком-нибудь городе, может и не понадобиться знать, что делать при извержении вулкана. Но основные правила того, как вести себя при урагане, не окажутся лишними ни для кого. Так как эти знания могут понадобиться фактически в любой момент. Тем более, что к поведению человека во время урагана на открытом пространстве и в помещении предъявляются различные требования. Если ураган застал в помещении. Первый пункт всех рекомендаций по поведению при ураганах в ситуации, когда стихия застала человека в помещении, это перекрыть все возможные пути доступа внутрь порыва ветра и дождя. Это означает необходимость закрыть все окна, двери и вообще постараться сделать помещение максимально герметичным. Вплоть до перекрытия вентиляционных отверстий. Вторым пунктом является необходимость найти себе максимально безопасное убежище. Идеальный вариант это наличие в помещении подземного этажа, то есть подвала. Однако, если подвала нет, нужно искать более безопасные зоны непосредственно в помещении. При урагане наименьшую опасность представляют собой те комнаты, которые не имеют прямого сообщения с улицей. Такие как ванные комнаты, туалеты, кладовки, внутренние помещения. Также можно укрыться в стенных нишах и прочных стенных шкафах. Однако ураган для находящегося в том или ином здании человека, это не только опасность наружи, но и угроза изнутри. Ураганы характерны тем, что могут нарушать целостность линий электропередач, а также систем газоснабжения. В первом случае это чревато короткими замыканиями в электропроводке, способными привести к пожарам. Во втором случае возможны утечки газа, что опять же создает взрывоопасную ситуацию. К тому же может утечка газа оказать негативное воздействие непосредственно на человека. Отравление газом может привести к смерти. Именно поэтому настоятельно рекомендуется при начале урагана отключить газ и выключить все электрические приборы. А после прекращения чрезвычайной ситуации, ни в коем случае не пользоваться сразу газовыми или электроприборами, а также использовать открытый огонь. Прежде чем пустить газ или подключиться к электросети, необходимо тщательно убедиться в исправности этих коммуникаций. Если ураган застал вас на улице, гораздо сложнее выбрать верную тактику поведения в том случае, если ураган застал человека на открытом пространстве, на улице. Сложность заключается, во-первых, в отсутствии надежного укрытия. Во-вторых, в дефиците времени при наличии большого количества опасных факторов. Такими факторами могут стать в первую очередь все объекты, подверженные разрушительному действию ураганов. Поэтому искать убежище под отдельно стоящими деревьями, рекламными щитами или опорами электропередач – это самый худший вариант. И дело не только в том, что такие объекты слабо защищены от ветра и могут просто обрушиться. Риск еще и в том, что отдельно стоящие и возвышающиеся над поверхностью земли предметы могут стать мишенью для молний. Молнии, между тем, являются практически постоянным спутником ураганов и одним из наиболее опасных для человека в такой ситуации природных феноменов. Именно поэтому категорически не рекомендуется при урагане искать убежище в металлических конструкциях, автомобилях или просто находиться рядом с ними. Также очень опасно пытаться укрыться в явно ветких или явно поврежденных стихией зданиях. Здания могут быть укрытием, но лишь в том случае, если есть определенная уверенность в их прочности. Разумеется, опасно находиться возле электрических проводов или агрегатов, или тем более прикасаться к ним. Кроме того, находиться на возвышенностях или посреди широкого открытого пространства – также не самая лучшая идея. Самым разумным образом действий, в случае, если человек оказался без укрытия на улице – это найти уклубление естественного или искусственного происхождения. Ямы, канавы, овраги, кювет дороги и тому подобное. Постараться чем-нибудь укрыться сверху, легкими ветками или деревянными щитами. И постараться переждать ураган. На этом все, дорогие друзья. Будьте здоровы! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!